Пресс-конференция во Всемирный день защиты прав потребителей началась с поздравлений и подведения итогов. Когда, как не в праздник, вспомнить самые яркие дела и жалобы и говорить о проблемах. Самое главное сегодня – это банальное незнание гражданами своих прав, особенно в сфере услуг. Многие даже не подозревают, что заведение не имеет права брать с них предоплату за бронирование столика, а те, кто знают, жалуются. Когда, вы, наверное, знаете, сами бываете, вообще пите, захочешь, там есть объявление, значит, вход – 1000 рублей, или аренда столика – 1000 рублей, музыкальное сопровождение – 500 рублей, индивидуальный заказ, минимальный заказ. Не меньше обращения и на некачественные продукты питания. Например, производитель не указывает на маркировки всех добавок, а у потребителя начинается аллергия. Жалуются также на просроченные продукты. Недавно в поселке Горный в одном из магазинов было изъято около 30 продуктов. Срок годности истек еще год назад. Не останавливает предпринимателей даже штраф. В прошлом году у нас штрафов было, если 1300 штрафов, ну, мы выбрали выборку, сделали относительно продуктов питания, 1300 с небольшим штрафом было на 2 миллиона 800. В этом году у нас количество штрафов снизилось до 800, а сумма штрафа увеличилась до 5 миллионов 600 тысяч. Больше половины всех претензий в Роспотребнадзор связаны со сферой торговли. Основная часть обращений с некачественными услугами – медицинскими, транспортными, финансовыми. Например, в ателье стали брать деньги не только за замену замка, но и за его извлечение, а это незаконно. Участили жалобы и на само размещение пунктов общепита. Жильцов не устраивают шум, грязь возле кафе и ресторанов и даже то, что посетители курят под окнами. Хотя антитабачным законом это не возбраняется.